Центр Барнаула недалеко от проспекта строителей проток реки Пивоварка. Килограммы гниющего мусора. Разгребать свалку отважились волонтеры, организации «Чистый край Алтай» и просто неравнодушные барнаульцы. Некоторые из них по колено в воде. Так легче выгребать со дна бытовые отходы. Рассказывают, только за июль совершили сюда уже три захода. Вывезли больше 200 мешков мусора. Но течением вновь и вновь приносят грязные сюрпризы. Дело в том, что здесь такое место, что пивоварка протаскивает весь мусор. Все свалки собирают. Даже если посмотреть на тот берег, получается, зачем-то подгребают именно к пивоварке. Если подъем воды, это все оказывается здесь. Маловато собирается у нас. Ничего страшного. Один с полевой. Привлечь внимание к экологической проблеме также захотели комики барнаульского стендап-клуба. Комедианты узнали, что такие субботники собирают мало людей. Мотивировать решили шутками. После уборки стендап-концерт прямо на улице. Через призму юмора всегда чуть проще взглянуть на суровую реальность, рассказывают парни. У меня в сольном концерте в первом была такая шутка о том, что почему мы гордимся природой, если мы ничего для этого не сделали. Чтобы природа была красивой, нам и нужно ничего с ней не делать. Поэтому русскому человеку для того, чтобы гордиться природой, нужно говорить, видишь море, это мы не засрали. Видишь лес, это мы не вырубили его. Вот только в таком ключе может быть. Но что делать, когда шутки кончились, а проблемы остались, добавляют активисты. За субботником хоть и удалось немного привести в порядок участок водоема, собрать 56 мешков мусора, но объем работ намного больше. Пивоварка протекает почти через весь город. После больших дождей у нас весь городской мусор, вот он здесь. Пластик, пакеты, боковой мусор. То есть все в воде. Это о чем говорит? О том, что у нас береговая линия не под контролем. Если мы не можем пока определить границы, то есть не можем приступить к очистке, давайте хотя бы какие-то комплексные мероприятия разрабатывать по предотвращению замусоривания. Надо чистить, подключаться не только волонтерам, просто волонтерам не справиться. Хотелось бы, во-первых, очистить все, углублять русло, чистить тут береговую линию. Есть на этой территории и единственный городской водопад. Уникальный объект построили более ста лет назад. За его судьбу также борются волонтеры. У нас очень много в городе говорится о развитии туризма. Упоминалось, что Пивоварский водопад может стать жемчужиной нашего города, может являться местом притяжения. Но, ребята, простите, какой жемчужиной он может стать, находясь в таком состоянии? Общественники не исключают, что течением вновь прибьет мусор. И отмечают, что субботники планируют повторять. На помощь приглашают и всех неравнодушных барнаульцев. Подробную информацию о времени проведения вы можете узнать из соцсети в группе «Чистый край Алтай». Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком.